Музей Валерий Павлович Музей Валерий Павлович Музей Валерий Павлович Красавец, правда? Андрей Николаевич Туполев, создатель этого самолета, вообще утверждал, что некрасивые самолеты летать не могут. А этот летал. И еще как. Кстати, как вы думаете, сколько часов длился беспосадочный перелет Чкалова-Байдукова-Белякова на этом самолете из Москвы в Портлинг, Соединенные Штаты Америки? Не, ну серьезно, скажите вслух. Блесните эрудиции перед домочадцами. 63 часа. 63 часа в тесной, плохо отапливаемой, негерметичной кабине. Но за эти 63 часа они сделали землю круглую. Санкт-Петербург Вот это знаменитый глобус первооткрывателей. Он хранится в американском клубе исследователей. На нем нанесены все самые выдающиеся путешествия 20 века. И участники путешествий оставили здесь свои автографы. Но если присмотреться, к 30-м годам все путешествия проходят в средней полосе. Север и юг земли закрыты для человечества. Получается, что земля имеет форму цилиндра. И только перелеты советских летчиков срезали верхушку этого цилиндра и сделали землю окончательно круглой. Это не я придумал. Это сказал в 37-м году Вильямур Стефансон, председатель американского клуба исследователей. Несколько лет назад на даче Георгия Байдукова замечательного летчика и в свое время второго пилота в экипаже Чкалова решили сделать перестановку. Отодвинули шкаф, а за ним оказалась ниша, забитая фанерой. Вот в этой нише был найден архив Георгия Филипповича. В первую очередь его дневники, которые он скрупулезно вел многие-многие годы. Очень многое из того, что было найдено, никогда и нигде не публиковалось. Вот на основе этих документов и был создан наш фильм. Многие вещи были завязаны аккуратно изолентой какой-то, какими-то обертками, бумагой, еще что-то. Все аккуратно сложено и по годам разложено. Я удивился педантичности Георга Филипповича и удивился тому, как он оберегал эти бумаги. Но когда мы начали поближе с ними знакомиться, я понял, почему они были спрятаны. И я начал спрашивать о чем-то свою тещу и говорю, «Эм, Георгий, ну вы же, он вам рассказывал это, это». Он говорит, «Нет, ты знаешь, он никогда об этом не говорил». И я понял, что он всегда это писал в стол, потому что многие вещи нельзя было рассказывать даже своим близким людям. В 20-е годы Советский Союз — середнячок по части авиации. Большинство самолетов по-прежнему деревянные. Первый цельнометаллический самолет АНТ-2 построен только в 1924 году. Советская авиация осваивает первые регулярные воздушные линии и совершает первые дальние перелеты, в то время как в Европе и США уже ставят мировые рекорды дальности и массово перевозят пассажиров. Вот это книжный бестселлер 20-х годов. Книга итальянского генерала Дуэ «Господство в воздухе. Основная мысль». Тот, кто обладает господством в воздухе, может предпринимать против неприятеля наступательные действия ужасающего масштаба, которым противник не в состоянии ничем противодействовать. Потерпеть поражение в воздухе значит быть вынужденным принять все те условия, какие неприятелю угодно будет поставить. То есть артиллерия, танки, сухопутные войска — это не более чем оккупационные силы, которые входят на зачищенную авиацией территорию и красиво поднимают свой флаг над президентским дворцом. В середине 20-х годов популяризация авиации в Советском Союзе набирает обороты. Реорганизуются старые и открываются новые летные школы. Создается первая военно-воздушная академия имени Жуковского. По всей стране открываются аэроклубы ОСАВИАХИМ. В военную и гражданскую авиацию приходят тысячи молодых летчиков. Первый дальний перелет по маршруту Москва-Пекин совершил в 2025 году Михаил Громов. В составе воздушной экспедиции из шести самолетов полет длился 33 дня. А уже через три месяца французы преодолели то же расстояние всего за три дня. 33 дня против трех. Очень скоро Громов повторит достижения французов. Но уже менее чем через год Чарльз Линберг совершает уже беспосадочный перелет через Атлантику. Получается, что мы все время в роли догоняющих. Сталин в 1931 году говорит, мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Либо мы пробежим это расстояние в 10 лет, либо нас сомнут. На Запад начинают продавать все, что может дать валюту для развития отечественных технологий. Включая картины из Эрмитажа. В сентябре 1933 года, недалеко от города Ядрин, в Чувашии, прижатой грозовой облачностью в землю, врезается небольшой польский самолет. В этой катастрофе гибнет летчик Юзеф Ливаневский. Он совершал беспосадочный перелет по маршруту Варшава-Красноярск в рамках подготовки к большому кругосветному полету. Из этой катастрофы в нашей стране делают совершенно конкретный вывод о том, что не только англичане, американцы, немцы, французы на сверхдальние беспосадочные перелеты уже замахиваются такие небольшие страны, как Польша. А Советского Союза в этом списке нет. Нет, значит будет. Тем более, что старт уже дан. Еще в августе 1931 года Туполев кладет на стол руководству страны эскизный проект рекордного самолета. Утверждает его лично Климент Ворошилов. Основная характеристика – дальность. Гарантированная 9 тысяч, проектная – 13 тысяч километров. Самолет можно использовать в качестве бомбардировщика, а если залить в крылья вместо топлива отравляющее вещество, то это летающее оружие массового поражения. 7 декабря 1931 года. Через 4 месяца после первого эскиза Совет труда и обороны принимает решение о строительстве самолета. И тогда он получает свое имя – РД. Рекорд дальности. Через некоторое время имя изменится. Он станет АНТ-25. АНТ – Андрей Николаевич Туполев. Туполев Андрей Николаевич. Выпускник императорского московского технического училища. Был учеником, а затем и правой рукой Николая Жуковского. Вместе с ним в 1918 году основал Центральный аэрогидродинамический институт – сердце авиационной науки Советского Союза. В 1924 году создал первый в Советском Союзе цельнометаллический самолет АНТ-2 и стал основоположником цельнометаллического самолетостроения в СССР. Под руководством Туполева к 1931 году было спроектировано более 20 самолетов различных типов – пассажирские, морские, разведчики и тяжелые бомбардировщики. В начале 30-х Туполев – один из руководителей советского авиастроения. Любил повторять, что прогресс авиации обеспечивается коллективным трудом людей. Самолет новаторский. Он оснащен приборами для полетов в облаках и ночью. Сверхдлинное крыло. 34 метра в 2,5 раза длиннее фюзеляжа. Топливные баки расположены в крыльях. Емкость более 6 тонн. При том, что сам самолет весит 5. Еще одна новинка – убирающийся шасси. Интересная деталь. У основания крыльев находились мешки из прорезиненной ткани. Они надувались при посадке самолета на воду. Сразу же после ознакомления с чертежами самолета РД был создан комитет по дальним перелетам под руководством Ворошилова. При нем был технический комитет по РД, который возглавлял Андрей Николаевич Туполев. Все это требовалось для объединения усилий десятков предприятий и организаций авиапрома и других ведомств. За всей программой пристально следил Сталин, что возлагало на участников проекта дополнительное бремя ответственности, но одновременно облегчало решение многих организационных и технических задач. Самолет создавался в Центральном аэрогидродинамическом институте конструкторской бригады Павла Сухова под управлением Андрея Туполева. Кстати, вот это первая плоская аэродинамическая труба, ее тоже построил Туполев еще в 1909 году. Но это я отвлекся. А вот самолет АНТ-25 получился революционным и новаторским не только для отечественного, но и для мирового самолетостроения. Летчики того времени шутили с хорошим мотором и палка полетит. Вот их-то, хороших моторов, в нашей стране, к сожалению, и не было. Мы пользовались либо импортными, либо строили двигатели по лицензии, потому что отечественные разработки были ненадежны и прожорливы. Но в 1932 году выдающийся конструктор Александр Микулин, кстати, племянник отца аэродинамики Николая Жуковского, создает двигатель М-34 водяного охлаждения. Мощность 900 лошадиных сил, надежный экономичный, революционный. М-34 отличался совершенно оригинальной силовой схемой, которая позволила сделать его недосягаемой по мощности для других двигателей. Это был самый мощный двигатель в мире. Но каким бы ни был надежен мотор, для установления рекорда дальности этого все равно недостаточно. Вот сейчас я лечу на планере, на котором этого мотора вообще нет. Он может обходиться без него благодаря длине своего крыла и часами парить, опираясь на восходящие потоки, используя вместо мотора собственный вес. Если сравнивать с птицами, то это, наверное, это не Калибри, это не Сокол, это, скорее всего, Альбатрос. Самолет АНТ-25РД обладал исключительной летучестью благодаря огромному размаху крыла. Поэтому самолет РД был почти планером. Мощность мотора в 900 лошадиных сил едва позволяла ему оторваться от земли с полным запасом бензина. Сложнейший технический компромисс, буквально ходьба по лезвию. Вот в чем была дерзость проекта. За время моей летной жизни я испытывал почти все типы имеющихся у нас воздушных кораблей. Я начал свою летную работу с Формана-20 и дошел теперь до АНТ-25. По счету он оказался 66-й конструкцией. Это огромная разница. АНТ-25 — это сгусток современных достижений авиационной техники. Любой пилот почувствует себя счастливым, сев за штурвал этой машины. Для того, чтобы научить летать в выдающийся самолет с уникальным мотором, нужен исключительный летчик-испытатель. А он есть. Его искать не надо. Знакомьтесь, Михаил Михайлович Громов. Громов Михаил Михайлович. Выдающийся советский летчик дворянского происхождения. В возрасте 19 лет он стал инструктором Московской школы авиации. В 25 — летчиком-испытателем. К началу 30-х выполнил ряд дальних перелетов. По Европе, в Китай, в Японию. Человек большой физической силы, за что получил прозвище «Слон». Чемпион СССР по тяжелой атлетике. Хорошо рисует и музицирует. Обладает исключительной техникой пилотирования. Считается лучшим летчиком Советского Союза. Учитель Валерия Чкалова. С 1930 года Громов становится шеф-пилотом «ЦАГИ». О нем говорят, что он летит на 200 метров впереди самолета. Любимое выражение — чтобы надежно владеть техникой, нужно прежде всего научиться надежно владеть и управлять собой. Вот эту золотую гусеницу американская компания «Ирвин», производящая парашюты, вручала летчикам, которые были вынуждены покинуть самолет и спасти свою жизнь при помощи их продукции. Первым в Советском Союзе гусеницу получил Громов. В 1927 году на испытаниях истребителя И-1 машина свалилась в плоский штопор, из которого выйти она уже не могла. Громов до последнего боролся за самолет. Он выпрыгнул только на высоте 200 метров. Его парашют открылся менее чем за три секунды до столкновения с землей. Любой летчик и парашютист вам скажет — это подвиг. Громов был очень педантичен, скрупулезно подходил к любому решению авиационной проблемы. Если он говорил, что риск в авиации необходим, то в то же время добавлял. Но этот риск должен быть обоснованным. Летчик-испытатель АНТ-25 Михаил Громов был знаком с самолетом буквально с первого чертежа. Он профессионально исполнял свое дело, конструкторы получали исчерпывающие ответы на сотни вопросов. Его коллеги порой не могли определить, где начинается труд громого летчика-испытателя, а где кончается труд громого инженера. После проведенных испытаний Громов оценил самолет хорошо, а АНТ-25 был устойчив, легко управлялся в полете. К началу 1933 года был создан второй самолет АНТ-25 — дублер. Его отдали Громову. А испытания первого самолета продолжил летчик Андрей Юмашев. И теперь есть два экипажа. Громовский, второй пилот Филин, штурман Спирин. И Юмашевский, второй пилот Стефановский, штурман Данилин. Экипажи проводят всестороннюю подготовку для установления мирового рекорда дальности без посадочного полета по прямой. В 30-х годах этот аэродром назывался Щелково. А сейчас он носит имя человека, который посадил на его полосу первый самолет. Мы на подмосковном аэродроме Чкаловский. Здесь специально для самолета АНТ-25 командующий ВВС «Алкснис» приказал построить первую в Советском Союзе бетонную взлетно-посадочную полосу. Почти двух километров бетонной полосы все равно не хватало АНТ-25 для разбега. Поэтому здесь в начале взлетки была насыпана разгонная горка высотой 6 метров и длиной 150. Грунт, кстати, брали неподалеку и образовалось целое озеро. Но это еще не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться. АНТ-25 очень тяжело отрывался от земли. Потом летчики придумают для таких ситуаций шутку. Оторвался за счет кривизны планеты. На границе аэродрома был забор, его клали на землю. Вот тех деревьев их вообще не было. А там далеко, вам отсюда не видно, был холм. А не видно вам, потому что 2000 красноармейцев скопали его за неделю до основания. 22 августа 1934 года. Первая попытка установить рекорд дальности на АНТ-25. Полет поручили Громову, шеф-пилоту ЦАГИ. Второй пилот Филин, штурман Спирин. Маршрут. Москва, Рязань, Тула, Москва. Первые 40-50 минут после взлета летчики особенно чутко вслушивались в работу двигателя. Потому что только к этому моменту АНТ-25 набирал высоту свыше 300 метров. А до нее шансов выпрыгнуть с парашютом или совершить вынужденную посадку у них не было. Только к Рязани самолет с трудом набирает высоту 200 метров. Поворот на Тулу. Высота 300 и сразу же отказ карбюратора. Высоты для прыжка с парашютами нет, как и нет места для посадки. Единственная возможность спастись — вернуться в Рязань. Нужно срочно слить бензин, но сливные тросы баков левой плоскости не срабатывают. Становится понятно — до аэродрома Рязани долететь не удастся. Громов все-таки находит подходящее для посадки поле и с огромным трудом сажает АНТ-25, спасая экипаж и бесценную машину. После посадки мои спутники были бледны и качали головами. Я их пристыдил. Все или ничего, смерть или победа. Самое главное — самолет был цел. Риск был оправдан, идея была спасена. Борьба до конца — дело чести летчика-испытателя. На место посадки прибыла специальная комиссия во главе с Яковом Ивановичем Алкснисом. На моторе были заменены вышедшие из строя детали карбюратора. И на следующий день на запасном бачке мы вернулись в Москву. 24 августа — вторая попытка установить рекорд. Экипаж в небе уже 20 часов, все хорошо. 30 часов, полет нормальный. На 34-м часу этот злосчастный карбюратор снова отказывает. В любую секунду может начаться пожар. Опасность настолько серьезная, что даже штурман Спирин, человек исключительной выдержки, уговаривает Громова прыгать с парашютом. Пока не поздно. Но командир считает, АНТ-25 необходимо спасти. Громов принимает решение сажать машину здесь, под Рязанью. Площадка для приземления очень маленькая и заканчивается прямо на берегу реки Аки. Сейчас на современных самолетах есть реверс, а на АНТ-25 не было даже тормозов. Ночью в кромешной тьме Михаил Михайлович умудрился посадить самолет так, что он остановился у самого края воды. Прибывшая из Москвы комиссия установила причину поломки. Все дело было в системе подачи топлива. Неисправность устранили, и АНТ-25 смог вернуться в Москву. В третий полет экипаж отправился только 12 сентября после тщательной проверки всех систем и механизмов самолета. На аэродром Щелково приехали Туполев и командующий ВВС Советского Союза Алкснис. Алкснис Яков Иванович. Родился в Лифлянской губернии в семье Рыбака. В 1924 году окончил военную академию имени Фрунзе. Спустя два года стал заместителем начальника военно-воздушных сил Красной Армии. К моменту назначения на должность не умел управлять самолетом, но быстро освоил летное дело и в 1929 году совершил рекордный перелет по маршруту Москва-Севастополь. В возрасте 34 лет стал командующим военно-воздушных сил, сформировал организационную структуру ВВС. По инициативе Алксниса в 1933 году Советский Союз впервые отпраздновал День авиации. Его любимые выражения разлетались по всем частям ВВС как афоризмы. Смотреть и видеть, в авиации нет мелочей. От небритости и нечищенных сапог один шаг до аварии. Яков Иванович оставил в моем сердце неизгладимый след обаятельного человека и командующего над нами. Присутствие на аэродроме перед вылетом командующего военно-воздушными силами – это стимул. Алкснис не имел привычки давить на подчиненных, но не позволял и расслабляться. Все, что должно было быть сделано хорошо в его присутствии, не могло быть сделано плохо. Итак, третий старт. Это был первый по-настоящему длительный перелет АНТ-25. Экипаж Громова провел в небе 75 часов и 2 минуты. Сначала они летели по треугольнику Москва-Тула-Рязань-Москва, но на третью ночь из-за непогоды ушли южнее – на запасной треугольник в районе Днепропетровска-Харькова. 15 сентября 1934 года они заходят на посадку в Харькове. Вот тройка героев после приземления. Когда они садились в самолет, на них были летные костюмы, кожаные куртки и штаны. А сейчас на них длинные кожаные пальто. Вопрос – когда они успели переодеться? Все очень просто. Когда АНТ-25 приземлился, из его кабины вышли… Да, трое оборванцев. Дело в том, что за 75 часов полета экипаж Громова полностью изорвал свои летные куртки и летные штаны об острые, необработанные элементы конструкции самолета. Яков Алкснис, который встречал их на аэродроме, тут же отгоняет прочь всех фотокорреспондентов, снимает три кожаных пальто с офицеров сопровождения и отдает экипажу. Поэтому на кадрах хроники у них в петлицах отсутствуют знаки различия. Звания были другие. Самолет АНТ-25 пролетел без посадки 12 411 километров. Наконец-то расчеты его создателей, Туполева и Сухого, полностью оправдались. Это был мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту. И он бы продержался многие годы. Но он не был засчитан. Наша страна в 1934 году не была еще членом Международной федерации авиационной. Поэтому их рекорд, совершенно феноменальный рекорд, не был зафиксирован как официальный мировой рекорд. Рекордный полет принес Громову звание Героя Советского Союза, а второму пилоту Филину и штурману Спирину – ордена Ленина. Но страна этого почти не заметила. Советская пресса, на удивление скупо, писала об этом удивительном и без сомнения героическом перелете. Возможно, потому что Сталин считал, что домашний рекорд не особенно интересен на Западе. А может быть, потому что тогда самолет считался секретным. Например, рассматривался вариант заброски вглубь Европы на АНТ-25 агентов Коминтерна. И именно тогда на этот самолет обращает внимание летчик Сигизмунд Ливаневский. Вот теперь поподробнее. Вернемся к событиям, произошедшим годом ранее. В сентябре 1933-го в ледяной плен в Чукотском море попал пароход «Челюскин». Через пять месяцев, 13 февраля 1934-го, его окончательно раздавило льдами. Пароход ушел на дно в 150 километрах от берега. На льду оказалось более сотни людей, в том числе женщины и дети. В жутком холоде, во мгле полярной ночи. Что мы помним о Челюскинской эпопее? Очень мало. Пароход раздавило льдами, потом прилетели самолеты, всех спасли, летчики стали героями Советского Союза. А само событие вошло в историю. Человеческая память хранит только ключевые моменты, особенно тогда, когда все кончается хорошо. На самом деле история спасения челюскинцев была очень сложной. На дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана ждали спасения 104 человека. Среди них 10 женщин и два ребенка. Челюскинцам удалось выгрузить с тонущего парохода продовольствие, снаряжение и другие вещи, необходимые для выживания. В Арктике был создан лагерь. Его назвали «Лагерь Шмидта» в честь начальника экспедиции профессора Отто Шмидта. Челюскинцы наладили суровый быт, построили барак, в который поселили половину экипажа, остальные жили в палатках. Каждый день челюскинцы расчищали лед для посадки самолетов. Они понимали, спасение может прийти только с воздуха. Но полярная авиация в СССР в это время очень малочислена. В ней всего несколько больших самолетов, и все они находятся на базах в центре страны. Спешно созданная спасательная экспедиция очень медленно продвигается на северо-восток. Порой самолеты неделями ждут летной погоды. В правительстве понимают, привлеченных сил недостаточно. И поэтому 16 февраля в Соединенные Штаты для закупки новых самолетов направляется делегация в составе полярник-исследователь Ушаков. Летчик Слепнев возглавляет делегацию. Летчик Сигизмунд Ливаневский. Ливаневский Сигизмунд Александрович родился в семье польского дворянина. Принимал участие в Октябрьской революции и гражданской войне на стороне большевиков. В документах исправил происхождение с дворянского на рабочее. В 1925 году окончил Севастопольскую школу морской авиации. Работал там инструктором. У курсантов пользовался уважением. С весны 1933 года в авиации глав все в морпути. Совершил несколько дальних перелетов. Один из лучших полярных летчиков Советского Союза. Храбр, находчив, самолюбив, импульсивен, строкой, требователен, иногда до жестокости. Самозабвенно любит летать. Часто повторяет фразу. Если нет малого, то не будет и великого. К 1934 году Ливаневский, как это ни странно звучит, герой Америки. Взлет в судьбе Ливаневского начинается со странной телеграммы, которую получили в Москве. Ее послали Чукчи, поселка Анадырь. Американец ничего не ест. Боимся, как бы не помер. Американец — это летчик Джеймс Маттерн. В 1933 году он совершал кругосветный перелет на своем знаменитом самолете Lockheed Vega «Век прогресса». Стартовав из Нью-Йорка на восток, он благополучно долетел до Хабаровска и 14 июня вылетел на Чикотку. Вылетел и пропал. Это потом уже выяснится, что он пошел на аварийную посадку в тундре, разбил машину, а радировать об этом не мог, потому что он выбросил радиостанцию из самолета ради дополнительного запаса топлива. Американская пресса высказывала самые пессимистичные предположения относительно участи Маттерна. Его съели белые медведи. Или нет. Его съели красные туземцы. Но что самое неприятное, получалось, что и в том, и в другом случае русские бросили Маттерна на произвол судьбы. А мы, то есть Советский Союз, как раз в это время ведем переговоры об установлении дипломатических отношений с Соединенными Штатами. У нас их до этого не было. Поэтому было бы очень хорошо найти Маттерна, спасти Маттерна и доставить его в Соединенные Штаты. 7 июля 1933 года в газетах появляются сенсационные сообщения о том, что, по сведениям из Москвы, летчик Маттерн жив и здоров и находится в Анадыре Чукотка. Принимаются меры для того, чтобы с ним связаться. Дело в том, что в те годы Анадырь — это не город, это большое стойбище. И тут самое время вернуться к тексту непонятной телеграммы о голодающем Маттерне. Она непонятна лишь тем, кто ни разу не гостил у Чукчей. Дело в том, что основу меню Чукчей того времени составлял Капальгин. Капальгин — это мясо моржа, которое осенью закапывали в землю, и оно начинало разлагаться. Но потом замерзало. И вот Чукчи ели Капальгин всю зиму и весну. Понятно, что Маттерн совершенно не хотел питаться Капальгином, и ел он шоколад из аварийного запаса. И аварийный запас потихонечку подходил к концу. Именно в это самое время пока еще никому неизвестный летчик Ливаневский перегоняет из Севастополя в Хабаровск новенькую летающую лодку «Дарне Валь». Он получает приказ лететь в Анадырь, забрать Маттерна, отвезти его в Америку. Надо отдать должное Сигизмунду Александровичу в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что погодные условия были очень плохими, он забирает Маттерна и привозит его в город Ном, штат Аляска. Туман. Летим, скучаем. Бензина осталась на один час и десять минут полета. Час проходит. Берега не видно. Начинаю отсчитывать минуты. Час и пять минут берега не видно. Час и шесть минут. Семь минут. Восемь. Вроде бы мелькнула какая-то полоска, но нет. Снова туман. И вот, когда бензина осталась на одну минуту, появился берег. Делаю крутой разворот вправо. Туман рассеивается. Внизу оказался город Ном. И в эту минуту мотор фыркает и замолкает. Садимся. Посадка прошла успешно. Высаживаем Маттерна на берег. Он падает на землю, хлопает по ней руками. Америка! Америка! Получилась очень красивая, я бы даже сказал, голливудская история. Советский пилот, презрев опасность, бросается на выручку своему заокеанскому коллеге и отправляет его на родину. Об этом очень много писали американские газеты, и они называли Ливаневского спаситель Маттерна. Поэтому, когда встал вопрос о том, кому отправляться в Штаты за самолетами, купленными для спасения челюскинцев, ответ был на поверхности. Ливаневский. Ну а кто же в Америке не знает Ливаневского? Пока Ливаневский и Слепнев едут за самолетами в США, Анатолий Липедевский на самолете АНТ-4 совершает 29 вылетов в поисках челюскинцев. Липедевский находит лагерь только 5 марта. К этому моменту люди провели на льду уже 3 недели. В первую очередь, Липедевский вывозит 10 женщин и двоих детей. Во время следующего вылета Липедевский из-за отказа мотора разбивает самолет. Его найдут в Чукче и доставят в Анкарем, в спасательный лагерь. Радиостанция там не работает из-за пурги, поэтому 4 дня Липедевского вообще считают погибшим. Ему потом привезут американские газеты со статьями о его трагической смерти. Теперь вся надежда на двух летчиков — Слепнева и Ливаневского. Они в Штатах забирают два моноплана «Флистер» и вместе с опытным полярником Ушаковым на борту должны вылететь в Анкарем и продолжить спасательную операцию. Слепнев отказывается взлетать с Аляски из-за неблагоприятных метеоусловий, а Ливаневский 29 марта с Ушаковым на борту взлетает, несмотря на снегопад. И сейчас он, Ливаневский, ближе всех к лагерю челюскинцев. В этот момент на его месте мечтал бы оказаться любой пилот. Но Ливаневскому фатально не везет. Он продолжает полет до Ванкарема, ничего не зная о погоде. По пути самолет попадает в облачность и снижается до бреющего полета дважды. «Флистер» чудом уворачивается от скал, но все же цепляет ледяной торос и разбивается. Спасатель превращается в спасаемого. Я залил йодом рану Ливаневского и перевязал ее кусками белья. Рядом с самолетом находилась одинокая чукотская юрта, но помощи мы там не нашли. Объяснившись мальчиком Чукчей рисунками, я выяснил, что недалеко от юрты расположено селение. И уже через два часа на двух собачьих упряжках я перевез Ливаневского туда. У него очень быстро поднималась температура, но я не решился. Везти ночью раненого товарища 48 километров на собаках до Ванкарема. И только на следующее утро, когда Ливаневский почувствовал себя лучше, мы отправились в путь. Он сделал большую ошибку, когда он пробивался сквозь эти циклоны к Ванкарему, вместо того, чтобы вернуться, выждать более благоприятную погоду. Но он решительный такой, настойчивый человек, не в его правилах возвращаться. Самое обидное для Ливаневского, что воздушный мост наладили уже через неделю. В начале апреля летчики Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Иван Доронин за неделю вывезли на материк всех челюскинцев. А Ливаневский до челюскинцев так и не долетел. Добравшись до Ванкарема, он отправляет Москву отчаянную телеграмму, побежденным себя не считаю. Готов выполнить любое задание. А какое задание, когда летчик сидит без самолета? И ему остается только наблюдать за спасательной операцией, в начале которой ему была отведена ключевая роль. За спасением людей с затонувшего парохода следил весь мир. Советская страна и советская авиация, может быть, неожиданно для себя доказали, что способны справиться с любыми трудностями. Страна взорвалась эйфорией и восторгом СССР, своих в беде не бросает. Спасатели челюскинцев становятся первыми в истории героями Советского Союза. Первоначально в списке представленных к высокому званию героя 6 человек. Номер один, естественно, Лепедевский, потому что он первым обнаружил терпящих бедствия и вывез часть людей. За ним все те летчики, которые на своих самолетах вывозили оставшихся челюскинцев. Ливаневского среди них, естественно, нет, но Сталин лично вносит его фамилию в список, причем под номером 2. Челюскинцев и их спасителей ждала триумфальная поездка по стране. Всюду митинги, встречи, почести и, как высшая точка этого триумфа, торжественный въезд в Москву. Правительство на Красной площади знакомится с челюскинцами и героями-летчиками. Сигизмунд Ливаневский скромно держится в стороне. Он, по сути, не был в лагере Шмидта. Его это, конечно, угнетало. Я отошел в сторону, чтобы не мешать. Вдруг слышу, меня зовет товарищ Сталин. Ливаневский. А вы чего прячетесь и скромничаете? Подошел ко мне, пожал руку. А вечером в Кремле торжественный прием. Товарищ Сталин поднимает тост. За здоровье Ливаневского и за всех героев Советского Союза. Мужественных, храбрых и достойных сынов нашей великой Родины. Если помните, в нашем фильме уже звучала фамилия Ливаневский. Только звали этого человека не Сигизмунд, а Юзов. Тот самый польский летчик, погибший в 1933 году в Чувашии, при попытке долететь от Варшавы до Красноярска. Родной брат героя Советского Союза Сигизмунда Ливаневского. Почему польский дворянин становится одним из первых героев Советского Союза? Мы придерживаемся следующей версии. Есть два брата, два летчика, два поляка. Буржуазный Юзов и советский Сигизмунд. Что дает панская Польша Юзову? Небольшой туристический самолетик ПЗЛ-19, совершенно непригодный для дальних перелетов, на котором Юзов разбивается в Чувашии. А что дает страна Советов Сигизмунду? Новейшую авиационную технику, огромные масштабы свершений и возможность участвовать в великих делах. И как кульминация всего этого звание Героя Советского Союза. Наверное, не случайно, по личному указанию Сталина, тело Юзова Ливаневского с высшими воинскими почестями отправляют в Варшаву. Как говорится, «Вашему крест на могилу, нашему орден на грудь». Все преимущества социализма налицо. Высокое звание Героя Советского Союза имело для Сигизмунда Александровича один болезненный побочный эффект. Дело в том, что простые люди, сами того не подозревая, постоянно ставили его в неудобное положение. Это было вот в Макеевке, я помню, заводской клуб. И там был задан ему этот вопрос, сколько вы вывезли Челюскинцев из лагеря Шмидта. Он начал рассказывать об этом трагическом моменте, когда у него обледенел самолет, когда он упал. А о том, что он в лагере не был, он этот вопрос обходил. Он был слишком болезненным для него. Ливаневскому очень важно доказать всем, что свое звание он получил недаром. 35-й год, правительственный прием в Кремле. Присутствуют все герои Советского Союза. Слово предоставляется Сигизмунду Александровичу. После короткого приветствия он предлагает неслыханный по дерзости и смелости проект. Беспосадочный перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Детали перелета стали разрабатывать еще в 34-м году. Территории Советского Союза уже не хватало. Поэтому появились маршруты. Москва-Австралия, Хабаровск-Марокко. Но самый перспективный вариант предлагают Громов и Юмашев. Москва-Южная Америка. Благоприятная погода на всем пути следования. Возможность аварийной посадки, самое главное, рекорд бился уже здесь, на границе с Бразилией, в городе Пернамбуку, а дальше вдоль побережья, через Уругвай до Аргентины и на сколько хватит топлива. Но у этого маршрута был один серьезный недостаток. Он требовал огромного количества разрешений от различных стран на право пролета над их территорией. Пока разрабатывались маршруты, определялись и будущие участники перелета. Ливаневского среди них тогда не было. Самым вероятным кандидатом на полет был Михаил Громов, успевший изучить АНТ-25 от и до. Но идея Ливаневского перемахнуть через Северный полюс в Америку настолько понравилась руководству страны, что его план утверждают уже через неделю после выступления Сигизмунда Александровича в Кремле. Сталин неожиданно для всех отдает Ливаневскому самолет Михаила Михайловича Громова, АНТ-25 дублер, наиболее подготовленный и доведенный из двух построенных. Вылет назначают на август 35-го года. Вдруг неожиданно один из самолетов предоставили Ливаневскому. И это действительно всех поразило. Так легко это брать один из двух самолетов. Невероятно! Сталин дает разрешение на перелет человеку, который ни разу не сидел за штурвалом АНТ-25, никогда не участвовал в сверхдальних беспосадочных полетах, плюс неизвестна погода в высоких арктических широтах, а главный полярник страны Отто Юлевич Шмидт категорически против этого проекта. Основной смысл перелета, очевидно, в демонстрации нашей авиации. И в случае неудачи мы не сможем ограничиться констатацией того, что Ливаневский не долетел, а будем, очевидно, напрягать все силы для его спасения или, по крайней мере, нахождения. Поиски Ливаневского в случае его вынужденной посадки или аварии будут неизмеримо труднее операции по спасению челюскинцев. Там от лагеря до Ванкарема было 150 километров, а от ближайшей базы до Ливаневского может оказаться более 2000. И если вероятность удачи перелета Ливаневского равна половине, то вероятность оказания ему помощи в случае аварии близится к нулю. А неудача в оказании помощи означает не только потерю великолепного летчика и героя, но и большой моральный ущерб для СССР в глазах всего мира. Но все же разрешение на перелет было у Ливаневского в кармане. При этом была не решена задача первостепенной важности. У него не было второго пилота. Лететь придется на большой высоте, зачастую в облаках и вслепую. А вот такого опыта Сигизмунду Александровичу явно не доставало. Поэтому ему нужен был не просто второй пилот. Ему нужен был второй пилот, который будет опытнее первого. В 30-х самолеты редко летали ночью и в облаках. И мастера слепого полета были наперечет. Почему в 30-е годы так мало летали вслепую? Ну вот смотрите, визуальных ориентиров нет, приборов мало. Вам известна ваша скорость, ваша высота и ваш курс, и это с учетом погрешности. Поэтому, если вы не умеете летать вслепую, то, скорее всего, вы летите не туда. И все это может закончиться очень плачевно. Самым подходящим кандидатом на должность второго пилота Ливаневский посчитал Андрея Юмашева, испытателя второго экземпляра АНТ-25. Юмашев Андрей Борисович. Родился в Петербурге в семье служащего. В 16 лет добровольцем вступил в Красную армию. Во время гражданской войны был артиллеристом, командиром взвода, участвовал в разгроме армии Врангеля. С 1923 года в Эверсии. Один из первых советских планиристов-парителей. Участвовал в состязаниях, установил три всесоюзных рекорда. Сконструировал собственный планер Ю-1. С 1926 года летчик-инструктор, с 27-го летчик-испытатель НИИ ВВС. Благодаря опыту планириста отлично пилотирует самолет в любых метеоусловиях. Человек, наделенный настоящей мужской красотой и невероятным обаянием. Профессиональный художник, автор пейзажей, натюрмортов и портретов. Летчику-испытателю Юмашеву поздравляю с достижением рекорда высоты на четырехмоторном самолете АНТ-6. Желаю вам новых успехов. Жму руку. Сталин. Юмашев всегда носил это поздравление с собой на случай, если за ним придут. Самое интересное, что он побывал в расстрельных списках, но Сталин вычеркнул его со словами «Я не против, но летать кто будет?» Юмашев знал, что Ливаневский никогда не летал на НТ-25 и не был знаком с его особенностями. К тому же, Андрей Борисович был уверен, что самолет при всех его достижениях не был готов к трансарктическому полету, а сам маршрут требовал основательного изучения и доработки. Поэтому, когда Орджоникидзе пригласил его к себе на разговор, Юмашев решительно отказался лететь с Ливаневским. Он ссылался на то, что он не знает этого летчика, и поэтому он не может, так сказать, войти к нему в экипаж. Хотя он великолепно знал именно Ливаневского, великолепно знал, и именно из-за этого он и отказался вылететь с ним вторым пилотом. У Ливаневского был тяжелый, можно сказать, железный характер, который часто проявлялся во время перелетов. В Хабаровске он отчислил из экипажа второго пилота с формулировкой за то, что тот ныл. Через некоторое время он списал еще одного второго пилота за то, что лодырь. А летчика Чернявского, с которым они летали на Аляску, он вообще выгнал из самолета в Уэлени и оставил зимовать вместе с Чукчами. Сигизмунда Александровича не любили за высокомерие к подчиненным, которое порою переходило в жестокость. Получив отказ Юмашева, Ливаневский, не мудрствуя лукаво, отправляется сюда в военно-воздушную академию имени Жуковского. В это время в ней обучаются лучшие полярные летчики страны, герои Советского Союза. И просят предоставить ему их личные дела. Открыв одну из летных книжек, Сигизмунд Александрович поражается. Ее владелец каким-то образом умудрился налетать огромное количество часов ночью и был без сомнения мастером слепого полета. Байдуков Георгий Филиппович родился в Томской губернии в семье железнодорожника. В возрасте восьми лет убежал из дома и начал самостоятельную жизнь. Был исключен из школы ремесленного училища за хулиганство. С одиннадцати лет работал подручным кровельщика, с пятнадцати пошел в профтехшколу. В свободное время работал на железной дороге и корреспондентом в Омской газете. В 1925 году вступил добровольцем в Красную армию. После окончания летной школы на испытательной работе в НИИ ВВС. Один из разработчиков методики обучения слепому полету. Обладал литературным талантом, но на предложение бросить летное дело и стать писателем отвечал, что менять штурвал самолета на перо даже с самыми лучшими чернилами не намерен. Мастером слепых полетов Байдуков стал отчасти случайным. В 1933 году его приятель предложил ему подзаработать. Нужно было перегнать 20 самолетов с Щелковского аэродрома на Ходынское поле. Первые 8 перегнали без сучка и задоринки, а вот потом возникли проблемы. Дело в том, что дежурный по аэродрому наотрез отказался включать огни взлетно-посадочной полосы для посадки незнакомых самолетов. Осуществляя приземление в полной темноте, Байдуков разбил машину. Уже на следующий день Байдукова вызывает к себе начальник ВВС Алкснис. И Георгий Филиппович прекрасно понимает, что если его поступок расценят как сабота, что прямо из кабинета Алксниса он отправится в тюрьму, где, кстати, в это время уже сидит его отец. Алкснис воскликнул. Байдуков, ты с ума сошел? У тебя отец сидит. Ты тоже хочешь загреметь за вредительство? Судите по всей строгости, ответил я. Подумав, Алкснис вынес вердикт. Ладно, Егор, отработаешь ремонт самолета, мы эту историю никому не расскажем. Товарищ «Ночнебо», как Алксниса называли его подчиненные, будучи летчиком, прекрасно понимал, что Байдуков отработает ремонт только если будет больше летать вслепую или на ночные полеты. Они оплачивались по отдельной ставке. И тогда он выписывает Георгию Филипповичу удостоверение удивительного содержания. Предъявитель всего, летчик Байдуков, совершает опытные испытательные полеты по особому заданию. Всем авиачастям, аэропортам Гражданского воздушного флота и ОСАВИАХИМА, а также местным советским органам, предлагается оказывать всемерное содействие товарищу Байдукову по выполнению возложенного на него поручения. Байдуков максимально использовал распоряжение Алксниса. Летал вслепую ночью при первой же возможности зарабатывал деньги и повышал свою квалификацию, потому что каждый такой полет заносился в летную книжку пилота. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Байдуков, как и Юмашев, не хотел лететь с Ливаневским, но после короткого разговора в кабинете командующего ВВС Якова Алксниса, просьба превратилась в приказ поступить в распоряжение товарища Ливаневского. На меня свалилась лавина забот обучить инициатора перелета слепым полетом, самому изучить астрономическую и радиотехническую навигацию, кроме того, в кратчайшие сроки овладеть специальностью воздушного радиотелеграфиста, потренироваться в пилотировании АНТ-25 и испытать целый ряд новых приборов. Итак, в марте 1935 года Георгий Филиппович Байдуков становится вторым пилотом АНТ-25. Начинается подготовка к первому в мире трансполярному перелету по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Франциско. Что примечательно, ни Ливаневский, ни Байдуков до этого за штурвалом АНТ-25 не сидели, а до вылета остается 4 месяца. Причем, если верить летной книжке Байдукова, первый раз за штурвал РД он сел только в июне. АНТ-25 отрывается от полосы. После приземления Громова увозят в больницу и он надолго выбывает из игры. Борьба с облаками и льдом продолжалась сутки. Когда он вернулся, в руке у него был Маузер. Туполев, вредитель, требую занести это в протокол. Ну что, Ягор, махнем на поле с рукой подать. Из облачности они выскочили в считанных метрах над бушующим Охотским морем. Вдруг сквозь треск помек в эфире прорывается сообщение от Орджоникидзе. Приказываю сесть при первой возможности. Это в тюнсуме. А другого выхода у них нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok